Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Светланы Игошева. Здравствуйте! Говорим о главных событиях дня. 38 ДТП и шестеро погибших. Такой статистикой за прошедшую неделю делится в Госавтоинспекции Владимирской области. Самые серьезные происшествия в Муроме и Александровском районе. Так в Александрове в это воскресенье женщина, управляя вазом, выехала на встречную полосу, где попала под колеса большегруза. Ее успели доставить в больницу, но там она скончалась. Еще одно смертельное ДТП с большегрузом произошло во Владимире в микрорайоне Юрьевец. В субботу около 10 часов вечера мужчина перепегал дорогу в неположенном месте. Хотя рядом был оборудованный пешеходный переход. Водитель большегруза в темноте не увидел помехи и не успел оттормозиться. Пешеход скончался на месте происшествия. Хлопок и звук удара. Так жители Юрьевпольского района рассказывают об охоте нашей системы ПВО за вражеским дроном. Беспилотник ВСУ там был сбит в ночь на 13 июня. Активисты УНФ встретились с очевидцами событий. Ассоциации были, как будто машины едут большие, такие вот, с парада вот такие вот. Ну такой был. Потом хлопок был, то, что как будто машина в машину резалась, ну сильная авария, толчок. А потом через какое-то время вот полетела над крышей, я в окошко поглядела. С очевидцами активисты УНФ встретились, чтобы рассказать о своем приложении «Радар-НФ». Его уже скачали более 1300 жителей Владимирской области. Эта программа позволяет пользователю в режиме реального времени сообщить спецслужбам о замеченном в небе беспилотнике. Сегодня приложение «Радар-НФ» доступно для пользователей Android. Владельцы операционной системы iOS о подозрительных объектах могут сообщить в чат-бот проекта «Кибердружина». Полтора миллиарда рублей выделило правительство Владимирской области на новую программу «Благодвор». На эти деньги в регионе планируют отремонтировать более 700 дворовых территорий. Работы по благоустройству уже начались. Во Владимире асфальтируют тротуары и проезды к домам, устанавливают мусорные баки. В районах сейчас ремонтируется почти 300 дворов и прилегающих территорий. Там, кроме прочего, появятся освещения, скамейки и парковочные места. Современная техника, крупные сельхозпредприятия, соревнования и механизаторов. В Владимирской области отметили День поля. В этом году праздник прошел Юрьевпольском районе. Подробности расскажет Оксана Лебюнова. День поля по традиции отмечают после окончания посевной. Производители представляют современную технику. Агрария делится опытом. В прошлом году в области собрали рекордный урожай зерновых. В планах на этот год сохранить темпы и развивать новые культуры. Губернатор Александр Авдеев отметил, одна из главных задач – обрабатывать больше земли. Наши фермеры, наши крупные хозяйства показывают хорошие результаты. Мы растем каждый год по объему производства. В прошлом году преодолели планку полмиллиона тонн молока по области. И ставим перед собой еще большую планку. Мы ставим перед собой задачу вводить заряжалые земли в оборот. День поля – это хороший способ обменяться опытом, посмотреть на мастерство, заключить контракты. И, конечно, сказать спасибо нашим аграриям. Благодаря льготным программам сельхозпредприятия закупают современную технику. Новые возможности открывает и сотрудничество с крупными лизинговыми компаниями. Мы очень давно работаем с регионом. Для нас достаточно ключевым партнером является. Я уверен, что то соглашение, которое мы в рамках Петербургского форума подписали, оно просто укрепит наши взаимоотношения. Общий объем инвестиций на сегодняшний момент превышает 2 миллиарда рублей. Мы поставили достаточно неплохой объем техники, порядка 600 единиц на поля Владимирской области. Я думаю, что это хорошая база, которую просто нужно наращивать. В этом году День поля прошел в Красносельском СПК. Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота и молочным производством. Еще одно направление – выращивание элитных семян зерновых культур. Для развития в СПК обновляют парк техники и привлекают на работу молодых специалистов. Ведем также реконструкцию жертвонаводческих дворов. То есть каждый год что-то меняем, стараемся улучшить жизнь на селе. Молодые специалисты приезжают. Мы можем предоставить, если даже съемное жилье, мы оплачиваем это съемное жилье. Можем предложить, покупаем жилье для того, чтобы предоставить семьям, которые приезжают ко мне работать. Одна из традиций Дня поля – соревнования механизаторов. Мастерство показывают опытные водители и студенты колледжей. Из-за обильных дождей в этом году задание упростили. Чтобы победить, 28 участников должны максимально быстро преодолеть на тракторе дистанцию в 150 метров. Они должны понимать, какая почва поднимет, какую им нужно включить скорость. Если, как сейчас, погода очень раскисшая почва, то есть надо пониженную скорость включить, чтобы в то же время не буксовать, но и ехать, чтобы была не очень большая колея. Алексей Брагин из Юрьевпольского района работает в поле больше 10 лет. Говорит, чтобы проехать «Змейкой» непростую трассу, пригодился весь накопленный опыт. Грязь, трактор таскает из стороны в сторону. На повороте его просто можно перевернуть. Просто с первой тронулся, второй включил и потихоньку проехал. В этом году лучшими стали механизаторы из Киржачского, Юрьевпольского и Александровского районов. Они представят регион на всероссийском конкурсе. Он пройдет с 16 по 18 августа в Саратовской области. Оксана Любимова и Артем Михайлюта. Новые возможности для старшеклассников. Опорный вуз управления образованием. Сразу две школы областного центра подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь во второй и девятнадцатой школах Владимира появятся специальные предпринимательские классы. Там старшеклассники смогут углубленно изучать математику и общество знания, познакомиться с основами предпринимательской деятельности. Также на протяжении обучения их ждут бизнес-тренинги и участие в конференциях. Продолжаем наш выпуск. Более 50 человек приехали на ежегодные летние учения отряда «Лиза-Алерт». Сборы помогают опытным поисковикам обновить свои навыки и знания. А для новых добровольцев это шанс перенять опыт у тех, кто занимается спасением людей со дня основания отряда. Подробности расскажет Владислав Ельцов. С начала года более 200 заявок на поиски. Каждая ориентировка – чья-то жизнь. И когда счет идет на часы и минуты, помочь может буквально каждый. Для этого поисковики отряда «Лиза-Алерт» во Владимире проводят летние учения. Лиса 2, Почетков Сергей, Лиса 3. Лиса 4, Захарова Ельцов. Сначала теория. Опытные инструкторы рассказывают, как пользоваться поисковым оборудованием на местности. Затем практика в формате квест-игры. Задача каждой группы – найти артефакты, заранее спрятанные в лесу. В ходе квеста отрабатываются основные методики и основные моменты, которые случаются на поисках, для того, чтобы поисковики были готовы ко всем ситуациям, которые могут происходить на реальных поисках. Участникам выдали рации, компасы, навигаторы и фонарики. Последние могут пригодиться даже днем. Луч света, например, помогает поисковикам обозначить свое присутствие для глухого человека, который не слышит окриков. Принято. От точки Майкл 18 мы должны пройти 30 метров азимутом 0. Да, все верно. Анна Казаринова в отряд «Лиза Алерт» попала этой зимой. За сезон приняла участие в поиске пяти потеряшек. Каждого нашла живым. Что-то схожее с эйфорией даже. Радуешься, что человек найден. Тем более, обычно это происходит, когда ты уже почти всю ночь проходил по лесу. И вот он найден, и все хорошо. Ты все равно за него беспокоишься в этот момент, в напряжении. А тут приходит облегчение. И обычно оно очень радостно. Но это если он найден, и с ним все в порядке. Летние полевые учения «Лиза Алерт» проводят ежегодно. Ведь с наступлением теплой погоды число потеряшек увеличивается в разы. Люди спешат в лес на сезон тихой охоты. А вот зимой поисковики преподают только теорию. Руководители регионального отделения признаются – добровольцев категорически не хватает. Сейчас на данный момент на учение у нас приехало около менее 10 человек, которые до этого не занимались поисковой деятельностью. Все остальные – это уже те ребята, которые пришли в отряд и сюда пришли для того, чтобы обновить свои знания, либо получить новые. Сейчас в региональном отряде «Лиза Алерт» числится порядка 200 человек. Из них регулярно выезжают на поиски только 20. Еще часть занимаются координационной работой и прозвонами. Поэтому поисково-спасательный отряд приглашает в свою команду новых волонтеров. Возможно, именно вы поможете спасти чью-то жизнь. Владислав Ельцов и Татьяна Семенова. В детском оздоровительном лагере «Алимп» открылись новые модульные корпуса общей вместимостью 100 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев. Работы новые корпуса начали со стартом второй смены. Первыми их опробуют юные борцы греко-римского стиля и их вожатые. Комнаты рассчитаны на одновременный отдых пяти детей. В каждой установлено все необходимое для комфортного проживания. В том числе система охлаждения воздуха. Дирекция уверена, это только начало. Ранее губернатор озвучивал намерение в пять раз увеличить число отдыхающих в «Олимпе» детей. В областной столице прошел конкурс «Медики-герои нашего времени». Владимирским школьникам предложили нарисовать подвиг врачей во время войны. Организаторы уже объявили итоги и наградили победителей. Подробности далее. В конкурсе «Медики-герои своего времени» приняли участие более 50 юных владимирских художников. Победителей определяли в двух взрослых категориях. Ксения Гарина – ученицы шестого класса. Ее рисунок о подвиге врача на фронте занял второе место в категории 9-12 лет. На этой картине изображено военное время, как медики спасали жизни людей на поле боя. Спасибо всем медикам за то, что они помогают людям. Организовать конкурс помогла администрация города Владимира. Муниципалитет вывел его на межшкольный уровень. Большинство участников – ученики школ, в которых есть профильные медицинские классы. Этот проект очень замечательный. Он имеет патриотическую направленность и воспитательную ценность. Дети проявили свои художественные таланты. И вместе с тем со всей душой они отразили подвиг врачей. Такие нелегкие для России времена. Организатор конкурса Альберт Петросян сам работал военным медиком. По его словам, изначально конкурс посвящался подвигу военных врачей в годы Великой Отечественной войны. В этом году тему проекта расширили. Ребята с гордостью рассказывают и о героях, которые спасают жизни российских бойцов в зоне специальной военной операции. Врач уверен, подрастающее поколение должно знать историю и чтить память героев. Чтобы участники конкурса, они же не просто рисуют, они начинают сначала спрашивать своих родителей, бабушек, дедушек, а кто у нас был, а кто у нас воевал на фронте. И, как правило, конечно, данный подвиг Советского Союза над фашистом затронул практически все семьи. Награждение победителей конкурса приурочили ко дню медицинского работника. Организаторы планируют, что проект «Медики. Герои своего времени» станет для Владимира традиционным. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров и Евгений Адамов. Владимирскому отделению Банка России исполняется 160 лет. К юбилейной дате филиал подготовил фотовыставку с биографиями его управляющих. Ознакомиться с ней можно во время экскурсии или мероприятий по финансовой грамотности, которые проходят в стенах отделения. Сегодня Государственный банк отвечает не только за стабильность финансового рынка. Его эксперты проводят многочисленные лекции и вебинары. Эксперты рассказывают в том числе, как выгодно приобретать жилье или сохранять свои накопления. Банк России – мегарегулятор. То есть он отвечает не только за ценовую и финансовую стабильность, но и за работу банков, страховых компаний и микрофинансовых организаций, негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов. Регулятор контролирует доступность финансовых продуктов, повышает финансовую грамотность населения. По Владимирской области прокатилась первая симфоническая экспедиция. Этот фестиваль – преемник уже известной музыкальной экспедиции. Концерты прошли сразу в трех районах, а заключительные ноты фестиваля прозвучали в сердце Владимира. Подробности в материале моих коллег. Первый фестиваль классической музыки «Симфоническая экспедиция» стал последним проектом, который успел полностью подготовить маэстро Артем Маркин. От самой идеи до детальной программы каждого дня. К сожалению, свое детище он не увидел. В память об отце губернаторским оркестром руководила Василиса Маркина. Я постоянный слушатель этих концертов, не пропускаю практически ни одного. Но сегодня жду, поскольку новый дирижер, новая программа, исполнители каждый раз лучше один другого. Я всегда жду какого-то вдохновения, заряда бодрости, энергии. Меня это очень подпитывает. В основе симфонической экспедиции желание сохранить историческое наследие региона. Поэтому музыка звучала под открытым небом. На стоянке древнего человека Сунгирь во Владимире, в усадьбе Голицыных в Юрьевпольском районе и даже на месте исчезнувшего города Ярополч в Вязниках. Вот такое созвучие и музыкантов, и замечательной публики, которая присутствовала в большом количестве на этом фестивале. Все это произошло, и даже погода, несмотря на все сюрпризы, которые она нам предоставляла, не помешала нам провести ни один из этих шести концертов, так как мы это задумали. Все концерты проводились при поддержке Министерства культуры Владимирской области. Организаторы отмечают, фестиваль дает огромный просветительский эффект. Министерство культуры предоставляет возможность государственным учреждениям культуры принимать участие в конкурсном отборе. В этом году симфоническая экспедиция проведена первый раз. Я думаю, что на следующий год мы заявимся для получения еще и федеральной поддержки для этого проекта. Наравне с губернаторским симфоническим оркестром участие в фестивале приняли Владимирский центр классической музыки и солисты ведущих коллективов страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Татьяна Гордеева, Владислав Ельцов и Дмитрий Шаталов. На домашней ферме в селе Ильинское Киржачского района на свет появился енот. Кадры с малышом опубликовали в соцсетях региона. Малышку весом около килограмма назвали «Звездочка». Все свое время она проводит с мамой и по большей части спит. Только через пару месяцев енот начнет познавать мир. Для этого владельцы фермы расширят вольер, построят новые домики, принесут детские игрушки и установят ванночки с водой и тряпками. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Программа «Здесь и сейчас» продолжит наш выпуск. Не переключайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова